Всем привет! В этом видео я хотел бы показать, как ремонтировать мышку, у которой плохо работает колесико. Вот этой мышке по поламесяца. Куплена она в магазине Вальдорадо. Через месяц мне ее принесли родственники, сказали, перестала колесико. То есть, она как бы крутится, но она дергается. Дергается изображение очень сильно и очень неудобно с ней работать. Вот. Ну и заодно покажу, как я перепаиваю кнопки от мыши. В принципе, это тоже довольно просто. Но колесико я ремонтирую методом сдавливания там. Ну вот, значит, мышка. Запомните эту мышку, никогда не покупайте. Через месяц перестала работать колесико. Стала дергаться. Так, ну что делаем? Первым делом откручиваем. Обычно под пломбой болтик. До начала вытащим батарейки. До начала вытащим батарейки. Дальше, значит, под пломбой. Что у этой, что у той. Обычно пломбочка стоит. Откручиваем. Болтик. Бывает здесь болтик. Под батарейками. Так, откручиваем и оставляем, чтобы не потерять. Открываем. Да, мышка китайская. Очень плохого качества. Качество плохое в том, что оно даже вот колесико. Это видно, наверное. Оно не держится. Оно обычно должно с двух сторон держаться. А тут оно держится только с одной стороны. То есть оно не закреплено второй. Вторым штриком. И оно даже вообще висит. Висит. И на кнопку нажимается. Значит, сразу расскажу, как я перепаиваю эти кнопки мыши. Иногда бывает. Часто нажимаем на эту кнопку. На правую. А на левую нажимаем редко. Нет. На левую нажимаем часто, а на правую нажимаем редко. Вот. Поэтому вот это колесико. Оно. Да-да. Вот это колесико. Ой. Вот эта кнопка. Она всегда портится быстрее, чем эта. Поэтому берем от старой мышки. Вот это у меня старые мышки. Все эти кнопки, они абсолютно подходят. То есть они на три контакта. И абсолютно они подходят. Вот этой мышки старой. Это игровая мышка была. Очень старая. Тут тоже колесико испортилось. Наверное, видно, от 2003 года. То есть ей 17 лет. И все эти кнопки подходят. Ну, я обычно как делал? Чтобы тут трудно выпаивать. Она тремя припаяна. Тут у меня паяльной станции нету. Поэтому отламываешь ее. Но только выбираешь, что это часто пользуемся. А это редко. Поэтому эта должна работать. Вот. И... Подцепляем чем-нибудь. Если паяльной станции нет, тяжело, конечно, распаять три контакта одновременно. Но, скажем, чем-то подцепляем. Ну, скажем, чем я поцеплял. Как-то фиксируем. Вот, допустим. Вот так. Вот. Чтобы она это... И паяльником. Видно, наверное, да? Видно. И паяльником. Ну, сейчас я меня выключу. Выпаю эту кнопку. Ну, и фактически в современных кнопках в кнопках современных они только припаяны на две. То есть тут легче ее выпаять. Соответственно, выкинуть. Другую там эти отверстия можно там... Это олова. Она легко поддается. Ставим и запаиваем. Все как бы тут. Ну, только запомнить, что это... Что, в какую сторону эту кнопку понят. Кнопки-то разные. Ну, в разную сторону. Вот она. От старой кнопки. Идентичная абсолютно. Но, я думаю, у кого паяльник есть, все-таки сообразит. Если кому-то там помощь нужна, может там держать там, я не знаю. Тонкогубцами эту штуку. А другой выпаивать будет и эту штуку держать. То есть вдвоем-то уж всяко можно стараться выпаять. Припаять. Ну, а старые мышки у них... Просто если не выкидывать, то у них одна кнопка, конечно, которой часто пользуешься. Она тоже будет хреново работать. А которой, допустим, редко пользуешься. Она будет нормальная. Поэтому эти кнопки тоже можно найти. Но бывают мышки дорогие. Вот эта у меня мышка. Она сейчас стоит полторы тысячи рублей. Соответственно, жалко же полторы тысячи рублей, если кнопка... Она очень хорошая, мне всегда нравилась. Сейчас таких не выпускает. Вот, значит... Значит, кнопку понятно, как перепаять. Тем более, старые кнопки вот эти, если их перепаяешь, ее надолго хватит. Затянула кнопки, они не хуже качества. Так, как делать с колесиком? Колесико тоже часто выходит из строя. Оно, наверное, еще чаще выходит. Снимаем вот эту байду, вот это кольцо. Осторожнику, чтобы не сломать. Я верну это кольцо. Так, вот оно, это кольцо. Так, вот это байда. Она потом сюда одевается. Ну, бывает там разная система, бывает. Тут уже выпаяно. Как бы... Я, как бы, считаю, что человек, который неопытный к паяльникам, вот эту штуку, вот это все не выпаяет. То есть, это довольно сложно выпаивать. Ну, надо одновременно нагревать пять контактов. А иногда бывает, что эти контакты, вот как здесь, допустим, когда их нагреваешь, рядом стоит... Рядом стоит, там диоды стоят. То есть, при нагретии этих контактов могут сгореть тут диоды. Их очень долго нагревать. И, соответственно, сожгешь. Поэтому перепаять эту штуку очень сложно на это колесико. Поэтому... Ну, у кого паяльная станция есть, там можно температуру выставить, сразу нагреть вот эти все ножки, вытащить там от другой мышки вставить. Это я не спорю, но если паяльной станции нет, то довольно тяжело это все сделать. Вот. Поэтому берем вот эту фигню. Берем тонкозубцы. Я не знаю, можно, наверное, и пассатишами. Я стараюсь. Вот. И потихоньку сдавливаем. То есть, там такие идут контакты, они идут на другие контакты. То есть, как бы, они идут... И вот у дешевых... Ну, сейчас все они дешевые. Эти контакты просто подгибаются, и там еще грязь скапливается, и поэтому они неплотно прилегают. Они как там, как вентилятор типа веера такого, если разобрать, у меня сейчас нету, показать. Вот. Поэтому мы их подгибаем поплотнее, и она как бы становится... Она начинает лучше работать. Это вот фигни тоже хватает. Не больно, но долго, но... Непонятно, то ли это... Иногда бывает... Я по три раза подгибал вот так. Ну, а потом уже совсем что-то плохо не получается. То есть, там подогнешь, месяца два проработает, три, и потом снова подгнешь, еще месяца два проработает, а потом что-то уже вообще не помогает. Вот. Ну и обратно вставляем эту... Это кольцо. Только осторожненько, чтобы не сломать. Вот. Поставили. Значит, кольцо поставили. Кнопка. Ну, какая система? Дешевая. Плохая. Ладно. Ну, значит, поставили. Сейчас эту мышку закрываем. Закрываем. Вспомнить, как она закрывается. Тут ничего сложного нету. Где-то должно быть стекло. Это не знаю, от какой это мышки стекло. Нет, не знаю, от этой. Так, стекло. Ставится оно... Судя по всему... Судя по всему, оно ставится вот так. Вот так оно ставится. Все это закрывается. Нет, судя по всему, оно ставится вот так. Так оно ставится. Ну, тут по-другому просто не закрыть. Поэтому можно попробовать и так, и так. Как, так, попробуешь. Все равно, как только оно поставится, так, как и поставится. Так, вот оно встало. Встало, встало. На место. Штекер на месте. Так, закрываем крышку. Закрываем крышку. Ну, какие-то ее, я знаю, такая мышка. Это как-то не так стало. Вот. Ага. Это сработает, это работает, но это работает. Так, этот выключатель торчит. Все, значит, можно закручивать. Закручиваем. Ну, вот, конечно, подогнуть там эту мышку, это самое простое, но вот тоже ее, как бы, хватает ненадолго. Ну, как ненадолго? Вот эта мышка сломалась. Новый месяц. Вот этого подогнутого контакта, возможно, на месяц и хватит. То есть, непонятно. Так, закрываем батарейки. Вставляем второй батарейки. Вторая батарейка здесь. Так, засветилась. Закрываем. Ну, и что у нас получилось? Угу. Так, сейчас я тут компьютер подготовил. Вот. Ну, и что? Колесико стало работать нормально. То есть, тихонько движется. Тихонько. Я тут не поклонник Дональда Трампа, но раз уж так получилось. Вот. Так что колесико перестало дергаться. Стало плавно, хорошо работать. Так что, вот, если вам будет, у вас будут проблемы с мышкой, то, в принципе, можете таким способом попробовать ее вылечить. Действует это на всех мышках. У них тоже, у всех почти одинаковые эти. Все одинаковые, но перепаять вот эту байду тоже тяжеловато простому человеку. Если есть, люди могут и перепаять. Но подгибанием помогало мне всегда. Я сколько ни пробовал, всегда подгибанием помогало. То есть, я чуть не помню, чтобы было когда-нибудь, мне не помогло это. Поначалу, особенно, это всегда помогает. Поэтому, если кому-то интересно, ремонтируйте мышки. А то, в принципе, один полтик открутить, подогнуть. Вот, типа, такими тонкозубцами сможет каждый. Поэтому пробуйте. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Ну, а так вроде все. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok